Привет, друзья! Рады видеть вас на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о нерушимой связи человека с природой. В современном мире люди оказывают колоссальное влияние на окружающую среду, используя земные ресурсы и целенаправленно преображая их во благо обществу. Но безопасны ли искусственные изменения для самой экосистемы? В этом видео вы узнаете, как человек, подобно Богу, преображает природу, озеленяет пустыни и превращает их в оживленные города, создает и осушает водоемы, способствует восстановлению плодородности почвы и препятствует развитию эрозии. Впереди вас ждет 10 самых невероятных изменений в природе, выполненных руками человека. Поэтому садитесь поудобнее, будет очень интересно. Создание природоохранных зон. По данным ООН, Международного союза охраны природы и National Geographic Society, площадь сухопутных природоохранных зон Земли составляет более 20 миллионов квадратных метров, а морских – более 27. Это больше 147 тысяч объектов, что занимает примерно 15% всей суши планеты и 7,6% поверхности океана. Чтобы остановить гибель животного и растительного мира, эти территории находятся под строгим режимом охраны. Вмешательства людей в естественные процессы категорически исключаются, и природа остается в первозданном состоянии. Да, в этом случае невероятное преображение природы заключается в том, что человек ее не трогает. Международная классификация охраняемых зон состоит из шести категорий. Первая – 1А – это строгие биосферные заповедники. 1Б – дикие территории. Вторая категория – национальные парки. Третья – памятники природы. Четвертая – зоны охраны места обитания животных и растений. Пятая – охраняемые ландшафты и побережья. Шестая – охраняемые территории со щадящим использованием экосистем. Гренландский национальный парк – самая большая на земном шаре природоохранная зона с площадью 972 тысячи квадратных километров. В биосферном заповеднике расположена метеостанция, научный центр, охранные посты. Здесь живут овцы-быки, моржи, белые медведи и другие редкие животные. Из людей тут можно увидеть лишь по одиноких работников парка. Озеленение пустынь. Процесс превращения засушливых безжизненных земель в плодородные зеленые просторы – достаточно трудоемкая и сложная работа. Однако это способствует борьбе с изменением климата, засухой, голодом, а также позволяет продуктивно использовать землю для экологических целей. Но как сделать так, чтобы на сухой земле хоть что-то прижилось? Обычно используется комбинация методов – грунтовые воды, искусственное орошение, дождевые и преобразованные сточные воды. Для высаживания выбираются непривередливые к условиям растения или те, которые любят соль, чтобы подпитывать их соленой водой. Также регулярно внедряются ноу-хау – помещения саженцы в трубку, что удерживает влагу, водоудерживающие смолы, инновационные методы конденсации. Сегодня проекты озеленения пустынь успешно работают в Африке, Китае, на Ближнем Востоке. Так, в китайской пустыне Муус озеленительные работы начались в 1959 году и ведутся по сей день. Китайцы высадили специальные лесополосы из устойчивой к изменениям климата сосны. Траву они укрывают сеном, которое защищает ее от солнца и удерживают влагу. Проект называется «Зеленая китайская стена», и каждый гражданин Китая от 11 до 60 лет обязан раз в год высадить здесь 3-5 деревьев. Осушение водоемов и болот. Глобальные осушительные мероприятия за последние десятилетия внушительно набрали оборотов. Самые распространенные причины – дальнейшая очистка водоема от донных отложений, изменение направления русла, получение площадей под застройку. Устранение избыточной влаги из водоемов и болот осуществляется специальным инженерным оборудованием, дренажными системами, поднятием уровня земли или высадкой специальных сельскохозяйственных культур. Но необдуманное вмешательство в природу может вызвать необратимые процессы и повлечь за собой экологический кризис. К примеру, вымирание местной флоры и фауны. Были случаи, когда люди признавали свою ошибку и восстанавливали водоемы. Однако часто случалось, что влага полностью исчезла из-за человеческой халатности. Яркий пример последнего – осушение Аральского моря. Голубая жемчужина Средней Азии площадью 68 тысяч квадратных километров превратилась в песчаную соленую пустыню. Люди отобрали много воды из русел рек Амудария и Сырдария, чтобы оросить посевные земли. Так Аральское море лишилось главных источников наполнения. Сегодня от него осталось лишь два отдельных водоема – Малый и Западный Орал. Вернуть море в прежние границы уже невозможно. Очистительные сооружения. Это комплекс специальных конструкций, предназначенных для очистки сточных вод от хозяйственно-бытовых и промышленных отходов. Качественные очистительные сооружения необходимы каждому населенному пункту, чтобы вода, попадающая в окружающую среду, не вредила экосистеме. Без надлежащей очистки токсичные жидкие отходы отравят грунты и водоемы. Погибнут растения, животные. У людей все чаще будут встречаться такие заболевания, как диарея, холера, гепатит. Существует четыре основных метода очистки сточных вод – механический, химический, физико-химический и биологический. Совокупность нескольких методов при грамотном проектировании очистительных сооружений дает отличный результат. Иногда после фильтрации вода выходит чище, чем естественные водоемы. Так люди преображают водные стоки, загрязненные в результате своей же деятельности. Одно из крупнейших в мире очистных сооружений расположено в Египте – в Габал-эль-Асфар, что неподалеку Каира. Конструкция мощностью более 2 миллионов кубических метров в сутки обслуживает около 10 миллионов жителей. Строительство городов. Тысячелетиями люди преображают природу, превращая пустынные территории в города. Урбанизированная форма городского поселения, как правило, возникает стихийно. Многие крупные города развивались не одно столетие. Но есть один феномен, о котором слышал даже ленивый – Эмират Дубай. Как людям удалось превратить маленькую портовую деревушку в уникальное экономическое чудо менее чем за 100 лет? Развитие Дубай началось в 1960-х годах, когда здесь были обнаружены запасы нефти. Шейхи понимали, что природные ресурсы не безграничны, поэтому в 90-х был разработан план по превращению Эмирата в мировой центр бизнеса и туризма. Создание мощной транспортной инфраструктуры и отмена налогов для всех жителей страны были основными его пунктами. Сюда вливались серьезные инвестиции со всего мира, а 51% акций каждой компании принадлежал государству. Также туризм, продажа недвижимости и проведение престижных мероприятий мирового уровня способствовали вливанию крупного капитала в Дубай. В 2022 году в пустыне Саудовской Аравии начали строительство еще одного города будущего. Он будет представлять собой два параллельных здания длиной 170 километров, где будет проживать 9 миллионов человек. Искусственные водоемы. Это созданные людьми места, где скапливается и длительное время хранится вода. Всего выделяют три основных вида искусственных водоемов. Каналы, водохранилища, пруды. Каналы – вытянутые водоемы, что соединяют между собой реки и озера, улучшают водоснабжение, способствуют судоходству. Водохранилища – огромные водоемы в долинах рек, что создаются с целью накапливания водоресурсов для последующего использования воды в хозяйстве, защиты от наводнений, выработки электроэнергии. Пруды – небольшие водоемы, где хранят воду для орошения и других потребностей, разводят рыб и птиц или создают их в качестве декоративного элемента ландшафта. Водохранилище «Виктория» – самый крупный на планете водоем, созданный человеком. Он появился в 1954 году, когда на реке Нил возвели гидроэлектростанцию. Водохранилище расположено на экваторе, тектоническом прогибе Восточно-Африканской платформы, на территории Танзании, Кении и Уганды. Площадь зеркала Виктории составляет 76 тысяч квадратных километров, что можно сопоставить с площадью Панамы. Мощение дорог Потребность покрытия горизонтальной поверхности каким-то твердым материалом возникла еще в стародавние времена. Более чем за 4000 лет до нашей эры, когда в Месопотамии появились первые колесницы, заострилась проблема перевода грунта из жидкого состояния в твердое. Так люди пришли к возведению дорог из деревянных перекладин, плит известняка, кирпичей, брусков камня. Самые древние обустроенные дороги были обнаружены у города Уру в Месопотамии в долине рек Тигр и Ефрат и рядом с городом Гластонбери в Англии. А в Европе на острове Великобритания была найдена дорога Свиттрек, сооруженная из деревянных перекладин. Все три датируются четвертым тысячелетием до нашей эры. На острове Крит были открыты дороги 3000-х годов до нашей эры, мощеные известняковыми плитами. Литой асфальт люди начали изготовлять и применять лишь под конец XIX века. Так, не имея специальной техники и знаний, наши предки покоряли природу и преображали окружающую среду под свои потребности. Рекультивация земель Это комплекс мер, направленный на восстановление плодородия земель, которая снизилась в результате деятельности человека. Рекультивация нарушенных земель осуществляется с целью повторного их использования в хозяйственных, строительных, природоохранных или санитарных целях. Процесс восстановления грунта специалисты разделяют на два основных этапа. Механический – обновление ландшафта с захоронением отходов и биологический. Непосредственное повышение показателя плодородности путем посева некоторых культур. Восстановлению подлежат земли, что подверглись изменениям в структуре рельефа, вследствие вырубки лесов, добычи полезных ископаемых, возникновения свалок, строительства городов, возведения гэс, проведения военных испытаний. Первое упоминание о рекультивации земель впервые было в конце XVIII века, когда начали эксплуатировать Рейнский каменно-угольный бассейн. А уже в середине XIX – начале XX века в Западной Германии начали применять лесную рекультивацию – озеленение терриконов угольных шахт и карьеров по добыче строительных материалов. Бурение шахт. Шахта – это вырытая в земле нора, что опускается на сотни метров вниз и разветвляется в стороны горизонтальными тоннелями. При помощи взрывов и работы со спецтехникой подземный рельеф подвергается искусственному изменению. Так шахтеры пробивают ходы под поверхностью грунта и добираются до ценных пластов полезных ископаемых. Они откалывают куски пород, разбивают их на мелкие части и на конвейерах поднимают на поверхность. Это опасная и тяжелая работа. В шахте может повыситься уровень угарного газа, произойти обвал и даже взрыв. Еще задолго до нашей эры наши предки поняли, что в недрах земли скрыто очень много ценностей. Уже тогда при помощи самодельных горных орудий из рога, камня и дерева они стали прокладывать довольно сложные подземные ходы. Самой старой шахтой в мире является рудник Нгвеня, расположенный в Южной Африке. Здесь еще в каменном веке добывали руду, чтобы получить из нее охру. В наши дни в руднике ведется активная добыча золота, серебра и железа. Полизащитное лесоразведение. Так называют посадку защитных полос из деревьев по границам полей севооборота. Обычно полосы формируются из трех-пяти рядов быстро растущих биологически непроницаемых деревьев, что образует верхний ярус насаждения. Как правило, это береза, дуб, сосна, тополь. Подлесок, что укрепляет вертикальный профиль насаждения, создают кустарники – бузина, боярышник, облепиха, кизил. Для каждой зоны подбирают оптимальную конструкцию и состав деревьев и кустарников. Полизащитное насаждение способствует равномерному распределению снега на полях, сокращает испарение влаги с поверхности грунта, препятствует развитию водной и ветровой эрозии. Так улучшаются экологические условия и повышается урожайность. Сегодня полизащитное лесоразведение является частью агролесоводства, современного направления ведения хозяйства, что активно применяется во многих странах Европы и всего мира. Люди научились преображать природу себе во благо, объединяя выращивание лесных и сельскохозяйственных культур на одной территории. Человек – единственное живое существо на планете, действия которого изменяют природу. С каждым годом мы используем все больше природных ресурсов, что уже привело к ощутимым изменениям климата. Поэтому человечеству нужно максимально искоренить негативное воздействие на экосистему и заниматься лишь разумным преобразованием. Как вы думаете, что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды? И какое искусственное преображение, упомянутое в нашем видео, является безопасным для экосистемы?